Добрый день! У нас сегодня такая замечательная и, я думаю, очень дружная, большая компания музыкального отдела. Мы сегодня ведем очередной выпуск рубрики «Дворцовые индриги». Этот выпуск, возможно, будет несколько провокационным, а может быть нет. Сейчас посмотрим, как пойдет. Я веду уже не первую передачу «Дворцовых интриг», и все время у меня, где-то я ошибаюсь, или в фамилии, или в определении коллектива. Поэтому я сейчас представлю заведующего отдела музыкального развития Марину Вячеславовну Гощу и попрошу ее представить всех. Спасибо. Хорошо. Так. Кузин Атон Сергеевич, педагог по классу баян-аккордеона, концертмейстер оркестра «Росинки», концертмейстер форферонного ансамбля «Рябинушка» и педагог-руководитель эстрадного ансамбля «Экспорт». Евсеева Екатерина Владимировна, педагог по классу фортепиано, концертмейстер хоровой студии «Малиновка». Дарья Алексеевна Кутузова, педагог по классу «Укулеле». У нас интересный появился еще предмет такой. Инструмент. Он, правда, уже известен был, но открыли у нас. Плюс «Домбра», педагог по классу «Домбра» и руководитель оркестра русского рода инструментов «Росинка». Шрейбер Светлана Андреевна, главный руководитель и дирижер. Хоровой студии «Малиновка». И академический вокал Светочка у нас еще преподает. Александр Захаревич Хуторовский, педагог класса «Сверели». И плюс у нас работает еще настройщик. Евгений Юрьевич Агапов, педагог по классу «Гитара». И я добавлю, что Марина Вячеславовна, она не только заведующая отдела, она преподаватель по классу «Балалайки». Прекрасный преподаватель, который выпустила много учеников. И, наверное, и отдел ваш тоже, наверное, в какой-то степени, я бы его назвала учениками, потому что выстраиваете вот эту всю педагогическую работу уже много лет. Дарья, вы руководитель оркестра. Оркестра русского рода. Второй год, по-моему, если я не ошибаюсь. Два года, да, вы проработали руководителем. Получается, вы пришли на первом курсе руководить оркестром. Ну, я полюс закончила, да, и пришла. Очень смелый поступок, я считаю. Ну, это правда смелый поступок. Сложно ли, будучи выпуском... То есть, смотрите, то, что вы в нем занимались, это вам в плюс пошло или в минус? То есть, вот, например, вы приходите руководить оркестром, а там товарищи ваши, которые недавно вы там, не знаю, за одними педагогическими сидели. Вот, а вы ими руководите. Вот это, как бы, помогает вам то, что вы там занимались? Или, наоборот, это создавало дополнительные сложности какие-то? Помогает. Я же была внутри этого коллектива. Я, как бы, знаю тех ребят, знаю какие-то их способности. Это очень помогает при проведении занятий. Я так понимаю, оркестр же это такой, ну, сборный пункт. Это большой. Все собираются. То есть, получается, что и Антон Сергеевич работает на оркестр, и Евгений Юрьевич работает на оркестр, и Александр Захаревич, да. Вот вы, наверное, не работаете на оркестр. Не работаю на оркестр. Вы можете сделать коллаборацию уже? Были? Нет. Не делали еще пока. Есть планы? Ну, мысли есть. Мысли есть. В общем, Марина Вячеславовна, мысли есть. Я не знаю. Записывайте. Так, ну, понятно, что без сальфеджио никакой инструменталист внятно в оркестре играть не будет. Я как раз считаю, что некоторые, чтобы было чей, но мы, собственно говоря, можем и так. Нельзя так. Ну, не знаю. Мне кажется, что это нельзя. Ну, у нас сальфеджио музыка-литература, дети, которые занимаются в музыкальных классах. А в оркестре, кстати, играют у нас и пианисты на гуслях. Ваши ученики есть в оркестре? Нет, другие преподаватели есть, потому что один инструмент, да, национальный оркетер. Поэтому... А, кстати, там у вас как? У вас конкурсный отбор или как? То есть, как? Самых лучших? Как у нас, да, Алексей Ивановна, рассказывайте. Мы берем всех. Я думаю, что предлагается всем, а дальше уже есть выбор, да, вот. Ну, да, это же много времени. Ребята выбирают, да, вам удобно ли им посещать в это время занятия, вот. Понравилось им, не понравилось, что-то такой тоже момент есть. Ну, да, как пришел, часик на фортепиано поиграла, типа, молодец. Ну, я музыкой как будто бы, как будто бы музыкой занимаюсь, а здесь же действительно надо на все репетиции ходить. А вообще, как это принято? Дети, они, прям, у них бывает такое, хочу в оркестр, хочу в оркестр? Для них это какое-то событие? Или они это как должность принимают? А ты в оркестр? Нет, у некоторых бывает. Некоторые и раньше приходят, и на дополнительные репетиции прибегают и рвутся. Кто-то прям лежит. Вначале, может быть, боятся. Знаете, как это ж на оркестре надо сидеть вот три часа, допустим. Но когда ты туда попадаешь, и каждый играет отдельно партию. У тебя так написано, у тебя так, у тебя так. А потом в целом такая красота звучит. Все завораживает, и ходит туда с удовольствием. Но у нас по программе, вот нашей, которая у нас все по инструментам написана, обязательно посещение. Это же как предмет. Поэтому посещение обязательно сольфеджио, музыка, литература, композиция. И обязательно оркестр. Пианисты у нас, как правило, ну как вообще. Вот как бы больше хор. А народники, они все только оркестры. А вот скажите, пожалуйста, вот действительно такая серьезная программа. И высокий уровень преподавания и педагогов, и полный набор предметов музыкальной школы. Сталкиваетесь ли вы с тем, что вам все-таки говорят, ну вы же не музыкальная школа? И это прекрасно. Я не знаю, у меня такого не было. 1 сентября родители приходят, еще начинают занять, они говорят, мы хотим обойти музыкальную школу. То есть нам не нужны такие требования музыкальной школы. Мы хотим эту систему обойти, и поэтому пришли к вам. А дальше же они, когда начинают заниматься, если у ребенка получается, они наоборот, мы хотим больше, 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 больше. И начинается рост ребенка. И получается, что требования становится как в музыкальной школе. Но вот именно 1 сентября, как правило, очень большинство родителей приходят. Вот мы в обход музыкальной школе приходим. А у вас есть какая-то бумага по выпуску? Да, обязательно. Это прям очень можно. Это свидетельство об окончании, где прописывается, когда он сюда пришел, в каком году он родился, и какие получил знания. Она приравнивается к диплому музыкальной школы? Там должно быть определенное же количество часов, да? Это все есть у нас. У нас, знаете, у нас вот обычно, вот все же тут учились в музыкальной школе. Вот все мои педагоги могут учиться. У нас все то же самое, что в музыкальной школе. Но чем у нас отличие? Это я сразу говорю, почему? У нас большое количество ребят, которые приходят и которые действительно занимаются. В музыкальной школе чуть другая обстановка. Понимаете, она более такая, я бы сказала, авторитарная, может быть. Я даже не знаю, правильно снова. Конкурентная, может быть, будет? Не знаю, у нас все очень лояльно, все очень спокойно. Мы работаем на ученика, на ученика, для ученика. У нас здесь отношения очень, ну, я не знаю, очень спокойно, очень лояльно. Все согласятся, наверное, да? Вот никто не... У нас нет ни криков там. Я сама работала в музыкальной школе. Там все очень просто. Ты приходишь, играешь, тебе записали, ты пошел домой. Как мы преподаем? Да, ищи репетитора, чтобы отработать ваши задания. Мы же все это... А мы с каждой ноткой, которую мы уучиваем, проучиваемся. Вот разница. Поэтому дети у нас здесь занимаются. Отношение совершенно другое. И атмосфера заняться другая. Так вот, все-таки возвращаясь к диплому. А при вот этом подходе, а диплом-то в итоге... Он подходит с этими же дипломами. У нас ребята поступали, все покупали. Светлана, расскажите про хор. Я вот так вот... Прямым вопросом. Вы, да, вы не так давно пришли в Дворец творчества. Два года, по-моему, да? Три. И вы приняли коллектив, который уже был. Можно много рассказывать про хор. Если рассказывать про музыкальную школу, кстати, и наше занятие хором, здесь тоже есть такие интересные нюансы. Бывают родители приходят и начинают спрашивать меня про музыкальную школу, как им туда поступить. Мне немножко обидно это становится. И я начинаю говорить, а вы понимаете, что не всегда, когда ребенок идет в музыкальную школу, ему могут привить там интерес к тому же самому хору. И, кстати, очень большое отличие музыкальной школы... Я просто работала в музыкальной школе. И когда я пришла сюда, отличие в том, что все дети заинтересованы. Здесь нет такого, что родители ведут насильно ребенка заниматься хором. И это, я считаю, половина успеха. Когда у тебя состав хора, и все хотят заниматься. Когда все просто живут в музыке. Хотя способности, конечно, мы тоже берем всех. И на 1 сентября у меня сидят гудошники, с которыми я не знаю вообще, что делать. Иногда просто за голову хватаешься. Бывают очень часто такие моменты, когда родители приводят на первый год обучения, а потом уходят в музыкальную школу. Звонят мне и радостно сообщают, чтобы я за них порадовалась. Я пытаюсь это сделать. Говорю, что я за вас рада. Но мне, естественно, обидно. Потому что, получается, я детей подготовила, они поступают в музыкальную школу. С тем же самым гудошником я просидела целый год. Уделяла ему больше всего времени. Потом он поступает в музыкальную школу. А я иду дальше. И заниматься с гудошниками. То есть все-таки вот общий такой есть миф в народе, что музыкальная школа круче, да? То есть если они... Ну вот я пытаюсь разговаривать на эту тему с родителями. Я говорю, что вы хотите получить? Зачем? С какой цели вы идете в музыкальную школу? Вы... Ну, пытаюсь объяснить, что в принципе у вас то же самое и здесь будет. И, кстати, вот у меня... У меня был случай, и даже не один, когда вот ко мне ходил мальчик маленький, он потом ушел в музыкальную школу, приходит мама и говорит, Светлана Андреевна, вышел из кабинета и сказал, учительница не любит музыку. Вот у Светланы Андреевны она любила, а вот эта учительница она не любит, я не буду к ней ходить. Понимаете? Ну, учителя разные есть. У музыкальной школы есть очень хорошие, конечно. Мне кажется, что еще в музыкальной школе хор, он как-то такой, не просто дополнительный предмет, а где-то вот... Ну, по крайней мере, у меня так было... Вот смотрите, смотря, какая музыкальная школа. Потому что вот, с которой я училась, там был хор на первом месте. Там были гастроли ежегодные по несколько раз, там были хоровые лагеря. То есть здесь смотря как-то... Вот хора школа? Ну, можно так сказать, да. Хоровые лагеря. Хоровые лагеря, да. Что-то вот такое... Я просто вчера посмотрела, попался мне на глаза, ролик локтевского хора. Они там какую-то взяли иностранную песню, перевели на русский язык. В общем, что-то такое. Не знаю, что за песня. Не знаю, что за песня. Песня симпатичная, там она очень просто саранжирована. Есть ли у вас мысли какие-то по репертуару и поиски каких-то новых песен современных? Я считаю, что репертуар должен быть разнообразный. Обязательно должна быть классика, обязательно современная. Советская. Тоже я очень люблю творчество советских композиторов. Посмотрите наш отчетный концерт. Да, в связи там была... Да, у нас была либерийская народная песня. То есть барабаном. Вот, акапельная. То есть помимо академической музыки вы и пробуете и в другие заходить? Ну, не совсем. Это получается все равно академическое пение. Но это современные композиторы классики. Да, все-таки это не эстрадная. Но не эстрадная. Нет, нет, не эстрадная. И даже народная музыка, она все-таки в академической манере исполняется. То есть за чистоту жанра? Да, да. Хорошо. Мне хотелось добавить, что даже в этом отчетном концерте исполняется произведение, вот не чурин, но композитор современный. И мне очень нравится, что родители активно принимают участие. Они помогают в поиске нот, они связываются с композиторами, через почту переписываются, присылают ноты. И у нас колоссальный просто, да, и у Светланы Андреевны колоссальный выбор, просто выбор на репертуарах, что-то нового, современное, и так красиво звучащее. Отправляют наши исполнения. Композитором. Идет отдельная переписка. Это композитор, что-то из Санкт-Петербурга, да? Очень интересно. В оркестре как дела обстоят с репертуаром? Что пробуете? Я слышала, что пробуете. Скажите, что вы пробуете новое? Ну, берем новые произведения с солистами, хотим вот с хором тоже что-нибудь попробовать сделать, думаем об этом пока. Солистку Шмутлер Сашу в лесу при фронтовом военную песню с ней хотим. Уже партитуры есть. Ну, академическая репертуар все же. Или... Ну, и думаю, еще над чем-нибудь. «Уператор Корецкого моря» хочу для оркестров переложить. Для оркестра. Сама сольное произведение с ними играла. Ну, то есть, как-то что-то думать с репертуаром. У нас старый очень хороший остался. Тоже его нужно поднять. Как-то все лучше детьми. Юбилейный концерт будет. Надеюсь, будет. И надо будет все это. Антон Сергеевич, у вас... Вы создаете сейчас новый коллектив. Ну, по факту, да. Он существует. Но это, я так понимаю, прям... Это первый... На четном концерте это первый выход был? На сцену, на живую, да. Мы участвовали в этом году в конкурсах, но дистанционных, естественно. На видео записывались в класс. Почему решились на такой шаг? Ой, это как-то так спонтанно получилось. Мы с Марией Вячеславовной в прошлом году, да? Это Марией Вячеславовной была идея. Спонтанно собрали самых таких талантливых ребят, которые могут просто с листа сыграть какие-то простые партии. Что мы... Какая у нас была? «Песня друзей», наверное, да? Да, да. Да, «Песня друзей». И я с ними сыграл на саксофоне. Вы играете на саксофоне еще? У меня был дополнительный инструмент, музыка и школьник. Ну, я так, поиграл чуть-чуть. И после этого мне очень интересно стало попробовать все-таки это как учебный предмет провести. Не просто такой спонтанно, задавая репетиция, а нормальную программу написать, нормально заниматься с ребятами. И в этом году спасибо Ряне Вячеславовне получилось реализовать. Даже несмотря на условия не простые такие. Вот вы, насколько я знаю, как раз пробуете миксовать. Да, на самом деле. Ну, ребята, понятно, там уже по большей части взрослые, которые хорошо играют, с которыми не надо проучивать партии. И мне хочется именно в классе ансамбля не научить их очень хорошо академично играть, чтобы все было вместе. как в музыкальной школе. Да, ну, лучше не вместе, но чтобы им было очень интересно и приятно. Потому что, вот я вспоминаю, у меня тоже было такое, что я в музыкальной школе играл в ансамбль праздных. И это всегда для детей. Им важно не то, что они там выучили, хорошо сыграют. Ну, то есть это, конечно, важно, но чувство коллектива для них, то, что вот у каждого есть своя партия, и он ее играет, и получается что-то красивое, как Марина Вячеславовна тоже сказала. Вот что им интересно, когда они все вместе играют, выходят, и у них получается у всех вместе что-то. Я помню, что для меня это было очень, ну, какое-то такое теплое, что-то домашнее, какая-то такая была атмосфера в ансамбле, в которых я играл. И мне хочется, в первую очередь, для них создать вот что-то такое, что они будут потом вспоминать, когда станут уже взрослыми людьми, что-то, чтобы у них осталась очень светлая и добрая память. Поэтому, конечно, мы играем с ним все, что нужно вообще. Они сами, там есть у нас Саша Нарциссов, он сам написал инструментовку для ансамбля, сейчас мы с ним немножко это делаем, да, и в следующем году, наверное, попробуем сыграть. У нас же еще и очень интересный состав, это флейта, кларнет, фортепиано, ударные, бас-гитара, баян, балалайка. Естественно, что ни один композитор пока еще, к сожалению, не писал такой состав, свое произведение. Поэтому мне все приходится истратовать с мамой какое-то там свободное время. Давайте сейчас немножечко еще про класс-гитары. Расскажите немножко про класс-гитары. У вас, по-моему, там тоже какой-то ансамбль есть? Да, есть ансамбль для тех, кто уже немножечко хотя бы играет, умеет играть. Обычно на два года, наверное, надо играть в класс, чтобы потом в ансамбль попасть. И там уже играть на благо ансамбля. Какое благо ансамбля? Дарить радость людям. Репертуар. Ну вы как-то выходите этим ансамблем еще только выходите? Нет, мы уже участвовали и неудаленно участвовали, и неудаленно участвовали. У него всего два года. Ну так я про это и говорю, я знаю, что мне это небольшой срок. Три. Немного. Немного, да. Первый год был ударным, второй год он был такой не очень ударный. И с удаленок, и с удаленок, в том числе, как он сам, только партию учить. Больше месяц не поиграть, как тут сказали. Потом, зато как все это возвращается, все играется. Такие планы у ансамбля? Планы у ансамбля, ну сейчас немножко поменять концепцию, чуть-чуть, потому что в первый год это было невозможно, а так, если посмотреть, уже готовить два-три года, в принципе, можно сделать так, чтобы в ансамбле практически каждый, кто там участвует, мог играть именно с первой партией, сольной. И остальное ансамбле ему, соответственно, должно компонировать. Вот, если получится, будет здорово. То есть под каждого участника какое-то произведение? Ну, у каждого участника есть пьеса, для которой он может делать аккомпанемент и легко от реального ансамбля. Собственно. Вот. Пытаться сделать. Она может быть простой, эта пьеса, неважно. Тем не менее, он будет себя чувствовать солистом. Он будет играть тема главной. Сколько человек на соли? Сейчас было шесть, но будет, может, чуть побольше, чем шесть. Ну, достаточно для... Ну, так он, временный коленец, учитывая нагрузку в классе, может быть, больше там... Все гитаристы? То есть, так, шесть человек, все гитаристы? Да, все на гитарах, но делать что-то вне инструмента... Нет, я не о том, что это что-то... Наоборот, это очень интересно, я никогда не видела ансамбля. Ну, это просто, получается, гитары просто удвоенные, утройные, собственно, как в оркестре, скрипке, утройные, то же самое. То есть, ну, иногда можно сделать что-то и такое, я пробовал сделать с ритм-секцией, барабан, ударный, ну, как-то это... Ну, это уже не академическая музыка. Я вообще считаю, что если инструмент подключен к электричеству, это уже не академическая музыка. Что бы там ни говорили, какую бы они музыку ни играли. Особенно зала иногда может сыграть свою роль. Нет, микрофон может быть. Как интереснее. Микрофон может быть, но это немножко другое, да, там электричество, но, тем не менее, структура инструмента не меняется. А когда меняется структуру инструмента, ну, это же не академическая музыка. Ну, да. Вот тут есть несогласные. Александр, Женя, что ты вкладываешь в поле академическую? В том числе, звучание, звук, который будет. академический может быть как джаз, истрада может тоже академическую. Вы вкладываете теорию музыки, вы вкладываете строение, формы, игромодрии. Классическое, ты можешь путаешь. Классическое, да, я согласен, есть такая музыка, но академическое может быть всякое. Ну, классическое может быть, да, тут мы сейчас перманatas углубились, и классическое тоже может быть всякое музыка. И так потому, что, когда подключаются к электричество инструменты, Это, кстати говоря, здорово, я не говорю, что это плохо. Есть огромное количество электронной музыки, где появились новые тембры, которых никогда в жизни раньше не было. Они там ищутся эти тембы. Немного про ваш класс. У вас класс свирели. Да. Расскажите немножко. Ой, а что нам рассказывали. Там маленькие дети у меня 6-8 лет. У них происходит первое знакомство с музыкой, с нотной грамотой. Моя задача только в том, чтобы нарисовать их. То есть они у меня целый год проходят. Вот если я после этого ребенок пошел в профессиональный, ну не то что в профессиональный, просто заниматься с интересом музыки. В дальнейшем классе там на балалайку, на баян, на клейту. Я считаю, что моя работа удалась. То есть я как раз вот не обижаюсь, когда от меня куда-то уходят. Вы наоборот не идете. Да, это моя задача. Это моя задача. Если он ушел в музыку дальше, все, я молодец. Ну, это есть и коротко. Екатерина Владимировна. Да, у меня совсем молодой, да, тоже 3 года. Подожди, подожди, секундочку, 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 да. А у вас класс общего фортепиано, да? Нет, класс фортепиано. Да, ну вот тоже молодой коллектив, ну вот я точнее. Коллектив тут уже не молодой, а уже с истоков, наверное. А я 3 года веду класс фортепиано. И что рассказать, класс большой. Класс большой, детишки все разные. Самое главное, что все приходят с удовольствием, с интересом, готовы заниматься, работать. Очень нравится, что есть родители, очень заинтересованные в занятиях и активно помогающие, включающиеся в процессы, и сами начинающие заниматься вместе с ребенком. Очень активные родители. И то, что мы были на дистанции, это еще больше способствовало, потому что, когда тут маленькие дети, очень сложно, они... И раньше тоже нам говорили, что они воспринимают телефоны, планшеты, как телевизор. Они воспринимают педагогу, получается, у нас вот возраст 6-7-8 лет шел с родителями. И родители прям активный участник был. Поэтому, мне кажется, это еще больше сплотило. Еще больше такой коллективист появился, чем вот мы очень занимались, да, и вот наедине с ребенком. Поэтому в этом плюс определенный есть, помимо сложностей занятия. Ну и стишки разные. Есть очень хорошие способности, и участвующие в конкурсах, и фестивалях. Есть детишки с менее способностями, но зато с интересом идут заниматься. И, соответственно, репертуар у всех разный. Кто может по способности, у кого хорошие возможности, идти все-таки как-то упорно идет, как на требования музыкальной школы. А если ребенок, ну вот менее способен, да, менее техничен, но с удовольствием ходит. Все-таки репертуар постараюсь подбирать им по интересам. По той, ну, даже, может быть, даже не совсем классическое направление, больше эстрадное современное. Увлечь. Увлечь, да, чтобы не пропал интерес, а только наоборот его как-то стимулируют. Стимулируют, стимулируют. А мало ли, а потом... Потом уже и про чистоту жанра. Ну, на всех, я нацелюсь даже на, да, помочь? Скажите, пожалуйста, вы же все люди как бы выше профессионального образования, вы любите музыку, и, наверное, тут фамилии такие, рихтер, звучат, и так далее. Великолепные фамилии. Вот. Скажите, пожалуйста, вот все-таки академическая музыка – это элитарное искусство? Это не для всего народа? Или для всего тоже, может быть? Если для всего, почему так не звучит оно в наушниках у детей чаще-то? У некоторых звучат? Ничего не говорю, безусловно. Но чаще в наушниках звучит что-то другое. Почему? Почему это происходит? Так должно быть. Может быть, академическая музыка и должна в какой-то степени быть элитарной. Вот как по-вашему мнению? Я смотрю на тебя, Женя, да? А, я должен начать? Да, конечно. Мне не нравится само это слово, элитарный, неэлитарный. Дело в том, что академическая музыка, и вообще музыка, которая чуть-чуть сложнее, она требует какого-то мозга совсем другой. А такое не у каждого человека есть. Все? Спасибо. То есть тут ничего не поделаешь. Стинг так сказал, что говорит, я все равно пытаюсь добавить в свою музыку чуть-чуть из более сложной, чтобы все равно человек как бы прочувствовал эту какую-то новую гармонию, которую он просто не сможет понять, ему мускульство не способен это понять сразу так. Но тем не менее, он мог бы написать намного сложнее, тот же Стинг. Ему ничего не стоит написать музыку как-то на порядок, на два порядка выше композитора, как он даже классический. Потому что человек-композитор. И вообще композитор всегда выше исполнителя. Композитор выше исполнителя, да? Да, выше исполнителя по-любому. По-любому стилю музыки даже, причем может это даже быть так. То есть вот Ростропович замечательный исполнитель, замечательный общественный деятель, но он не композитор. Ну вот не композитор и все, и ничего с ним не сделаешь. А Пол Маккарт не композитор. И тоже величайший общественный деятель. А они совершенно в разных стилях музыки. И классика. Абсолютно в разных. Вот и все. Спасибо. Это тоже свойство мозга. Мы все подвластны тому, что в нас уже заложено. Мозг не будет другим. Он может только развиться, но он не будет. То есть это какая-то естественная, природная черта. А у некоторых есть, у некоторых нет. Так что ли, да? Да. То есть слово «элитарный» мне не нравится. Я больше никогда в жизни не буду употреблять это слово. Илитарный человек был, Ломоносов. Илитарный человек был, который вообще из ниоткуда пришел и пошел учиться. Вот элитарный, элита – это не элита. Ну вот если вот так про это слово говорить, то, наверное, да, наверное, элита. Я просто не вкладываю положительные коннотации. Ты неправильно понял. Я не говорю, что элитарно – это хорошо. Именно по той причине, что вот эта музыка доступна не всем, вот заниматься ей нужно всем. А вот это правильно, кстати, чтобы ее еще потом поднимать. Потому что в возрастном возрасте они уже не догонят. А, то есть поздно уже догонят. Вот. Так, есть другое мнение? Не догонят. Ну как с ней в детстве догонят? Как она не догонит? Ну что касается, например, академической музыки, что вот она на первом месте, ну я так не считаю. Я тоже так не считаю. Да. И вот… Ну музыка в целом. Может потому что меня самого бросало там и в джаз, и в рок, и в классику. Но я бы так не переживал за то, что звучит в наушниках у наших детей. Не переживал бы. А вдруг он станет тем же самого Маккарсона? Ну не кратко. Это ради плохо? Это никак не плохо. Ну никак не плохо, конечно. Нет. Потому что выбор остается все равно за ними. Мы можем предлагать. Мы тебе предлагаем то, то, то. Выбирает он. Да. Обязывать нельзя. Правильно. Но, кстати, музыку не обязательно играть, ее можно даже слушать для начала. Старовинский. Человек, который уехал в Америку. И мы все косвенно его работу слушаем. Почему? Он весь саунд американского кинематографа быстро. Все, что мы там слушали раньше… Ну сейчас это не такая музыка там в кинематуре. Там была, которая… Вот Голливуд когда на пике был вот всего этого. Все, как там оркестр звучит, как современно он звучит, что он там добавил. Вот и все вот он, по сути, до него так он не звучал. То есть, и смотря кино, все равно человек так и иначе приобщается к академической музыке. Ну, оркестр звучит там, что это не академическая музыка. А любой топовый фильм, там оркестр, там композиторы, Вильямс, там Циммер композиторов. То есть, все композиторы, они для фильмов пишут классические композиторы академические. Поэтому тут как бы вот. Такой вопрос всем. Что вам мешает в работе? Я бы эту работу не называл. Это не работа. Работа – это когда ты пришел, лопату взял там. Это работа. Марина Вишсовна, у нас есть часы. Да, да, часы еще. Работа – это когда ты, не знаю, подъем преодолеваешь километров два за полтора часа. А потом выступаешь на низких играх. Наверное, вот это работа. А когда мы с детьми – это удовольствие. Какая это работа? Не приходите в хор. Я тебя дополню. Знаешь, что такое самое лучшее работа? Это высокооплачиваемое хобби. Это просто хобби. Может быть и так. Может быть и так. Так что работа я бы называл. Не мешает. Да ничего по большому счету не мешает. Так вот прям, чтобы что-то мешало. Угу. Цитана. Есть моменты, которые смущают. Финансовый вопрос. Я не говорю. Времени не хватает. Я бы вот все бумаги бы вот так, если бы мусорку, но ты бы оставила бы и только вот. Бумажная работа. Да, бумажная бы все, брала бы вообще. Но это рай был бы на земле. А трудности какие? Я даже не знаю, какие трудности. Вы знаете, трудности, когда что-то, допустим, вот хочешь, чтобы это получилось, а вот что-то не получилось. Может быть, именно в исполнении вот этого произведения. Вот ты хотел, чтобы оно так прозвучало, а вот твой ученик сыграл вот так вот. Или, например, оркестр. Я, например, очень раду за этот вид творчества, потому что, ну, это оркестр, это все, это лицо дворца. Ему в этом году, 11 ноября, будет 30 лет. А создан он был в 1991 году, 11 ноября, на базе школы 1080. Так что вот в следующем вот учебном году вот мы как-то вот должны его вот все сделать. Красоту всех позвать. Всех педагогов, которые у нас работали, у нас их очень много, у нас прекрасно с ними отношения. Вот со всеми, с которыми у нас работали, мы общаемся, они все к нам приходят, абсолютно все. Но в целом нет, все здорово, все хорошо. Дарья? У меня тоже, конечно, только журналы, моя грусть. У меня, я бы сказала, что вот идешь во дворец, ощущение, что идешь на работу, а когда приходит первый ученик, начинает сообщение, если не забываешь, что это работа, я бы сказал, что это просто жизнь начинается, здесь есть вдохновение и труд. И, ну, действительно, вообще такое положение, что жизнь, жизнь, где течет, идет. Расстраивает, что столько всего происходит за час общения с ребенком, а это надо вложить в календарно-тематический план, в три предложения, вот это вот. У меня должно было быть два таких полярных вопроса, что вам мешает, что вас вдохновляет. Я спросила, что вам мешает, вы стали говорить о том, что вас вдохновляет. Может быть, что-то есть добавить к тому, что вас вдохновляет еще? Я могу начать сначала, что мешает, а потом, что-то правильно. Мешает, например, что мне мешало, когда мы перешли на дистанцию, вот это была проблема. То есть надо было все то же самое дать ребенку, но только у тебя отобрали возможность с ним общаться вживую, за руку взять его, там, показать, вместе с ним одновременно поиграть, через интернет, там задержка звука идет, там вместе не поигралишь. То есть у тебя отобрали, как минимум, два твоих вот больших плюсов в работе, и ты вынужден все равно это делать. Но когда мы вернулись дистантом, вот это стало предосновлять. Это стало праздником, за детей вообще! То есть ты пришел, и такое ощущение, что ты ничего не делаешь, у тебя само все получили. То есть, чтобы что-то тебя радовало, на что потом подобрали. А сначала что-то однед, да, однед, что-то, а потом вернули, да, естественно. Даня Алексеевна, скажите, что вдохновляли? Давайте! Инструменты у нас новые в оркестре, наконец-то. Гусли новые, прекрасные, дома, буолайки приехали. Все концертные. Ударные тоже. Дети очень рады, как бы все на гусли бегут теперь, не только пианисты. И, не знаю, меня очень вдохновляет, как у детей глаза горят. Когда приходишь на оркестр, думаешь, надо вот сейчас три часа им что-то все это вложить, чтобы они это сыграли вместе, чтобы они партии выучили, все равно посчитали. А они как начинают играть, и ты думаешь, как же это классно. И, не знаю, это прям очень большое вдохновение.